16,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости непищевого назначения изъяли контролирующие органы за месяц введенного запрета. Это тут же сказалось на статистике отравившихся. Их количество снизилось в три раза, вдвое меньше и летальных исходов. Сейчас, напомним, общероссийские ограничительные меры продлены еще на два месяца. Тем временем парламентарии продолжают работать над проектом изменений федерального законодательства. Свои предложения вносят и регионы. Какие поступят от нашей республики, знает Ольга Коняева. Здравствуйте, что у вас случилось? Хозяину еще не позвонилось. Хозяин-то тут при чем? Продавец Варька выключает свет и закрывается от полицейских. Несколько минут назад она сбыла покупателю бутылек со спиртосодержащей жидкостью. Тут был продан лосьон косметический, медовый люкс. В данном случае, на сегодняшний день, эта продукция временно ограничена. Местные жители не раз жаловались на незаконную торговлю в этом месте. В самом центре столицы, да еще и рядом с учебным заведением. И даже раз попавшись, продажу непищевых лосьонов здесь не прекратили. У предпринимателя изъяли тысячу флаконов с опасным зельем. Правда, владелец торговой точки поясняет, продукция здесь якобы просто хранилась. Ждала, когда запрет будет снят. Пока его злой умысел не доказан, штраф получил только продавец. 500 рублей. Продавец – это то лицо, которое, так скажем, поймали за руку и на него наложили. С учетом того, что имеется запрет. А потом идем уже дальше, откуда, как индивидуальный предприниматель. А где он его приобрел, почему он в этот ларек доставил. Много вопросов возникает. Предпринимателю грозит штраф до 50 тысяч рублей. Но только за розничную продажу так называемых фунфыриков. Производство, ввоз, хранение – все по-прежнему. Да и законы для исполнительных органов не изменились. В соответствии с законами Российской Федерации, мы все равно обязаны были уведомлять проверяемые субъекты за сутки. Поэтому первая неделя практически никаких результатов не дала. В этой связи мы обратились не только к руководству региона, но и органы прокуратуры, которые обладают правом организовывать внеплановые проверки без предупреждения проверяемых лиц. Фактор внезапности, сплоченная работа ведомств и самого населения стали залогом успешного результата. Впрочем, недобросовестные участники находят лазейки. Так, в Усинске и в Оркуте под известным брендом «Пшеничный люкс» скрывались добавки в виде технического спирта. Срочно назрела необходимость в комплексных мерах. И главный регулятор, считают депутаты Коми, экономический. У нас есть, ну, по беде, так скажем, партнеры, это северные страны европейские. Их опыт обращения алкоголя на территории государств известен. И нужно бить в одну точку ключевую, ну, я не знаю, среднесрочную, долгосрочную. Это государственная монополия на алкоголь. Однако эта перспектива пока далекая. А уже в ближайшие дни депутаты Госдумы должны представить предложение регионов правительству России. Может быть, в аптеке их продавать, говорят, что это лекарство, продавайте тогда по рецепту, ради Бога. Или давайте возьмем акциз такой, чтобы он был стоил, как бутылка водки. Что легче пойти бутылку водки купить, чем идти этот фанфур и покупать традиции. Ввести акцизы, повысить штрафы за незаконное производство и реализацию суррогатов, сократить допустимый объем тары для спирта, содержащих жидкостей, до 25 миллилитров, запретить продажу в ларьках и киосках. Собранные ведомствами и муниципалитетами предложения во многом, как правило, одинаковые.